Значит, коротко о том, что происходит с нами в Китае. Значит, я в одном конце города, ой, вообще Китая, Дмитрий вообще в другом конце Китая, но вместе мы творим добро. Значит, сегодня у нас конференция, большая конференция, 300 человек было в посадочных мест. Пришло гораздо больше, люди стоят, вот сейчас мы там, видите, какой праздник. Они все довольны. Значит, рассказываю суть. Вот наш самый умный парень объясняет большую презентацию, нашу стратегию работы, как развиваться в этом бизнесе, как получать доход в золоте, как экономить время, как ценить себя и свой труд. И смотрите, сколько людей, повторяюсь, больше 300 человек, и особенно это глухонемой мир. Все люди глухие и разговаривают только на языке жестов. Вы понимаете эту вообще как бы проблему людей со всеми возможностями? То есть мы все говорим, слышим, можем, все у нас есть. Мы не понимаем ценность ни времени, ни свободы, ни золотом, ни ценности своего труда. А эти люди, представляете, глухонемые в Китае, они это все прекрасно понимают. И наша структура уже больше тысячи человек глухих китайцев. И с ними мы работаем просто и непринужденно. У нас нет проблем ни в языке, нет проблем ни в коммуникации. Так что сразу в пользу случая обращаюсь к тем людям, которые знают китайский язык. У нас для вас есть очень хорошее предложение, от которого вы не сможете отказаться. Так что свяжитесь с тем человеком, кто дал вам это видео, задумайтесь, потому что именно в Китае бешеный интерес к бизнесу, к золоту, к свободе и к новому образу жизни. Так что не теряйся, сразу пиши, звони и обращай внимание, что происходит вокруг. Мир ничем не ограничен. Ты сам создаешь свой мир. С вами команда Glusharks. Дмитрий, я знаю, что у тебя все хорошо. Я тебе передаю привет, так что жду от тебя видео. Хоба, пока! Да, Евгений, здравствуйте. На связи Дмитрий Товстопят. Город и провинция Юнань. Другой конец Китая. Ты у нас в Шанхае. И здесь мы тоже проводим конференцию. Конференция среди глухонемых китайцев. Суть данных всех видео заключается в том, что мы, ребята из России, приехали в Китай, общаемся с ними на языке игры крокодил. Плюс наша еще глухонемая китаянка. Она в Штатах живет. Она тоже сюда приехала, помогает нам с переводом. Но общаемся мы на уровне школьного, уверенного школьного университетского уровня английского языка. Просто в заметках на айфоне. И что еще хочется сказать. Реально ребята из другой страны впитывают информацию и добиваются результатов, успехов. Как раз вот двое ребят за 4 месяца работы едут с нами на круиз. И мораль всей басни такова. Есть люди, которые не ограничены в своих возможностях. У них все хорошо, со здоровьем, я не знаю, с благосостоянием. Большинство здесь с образованием. Большинство здесь ребят, у них образование 9 классов. И это не мешает им развиваться в нашей компании SwissGolden. Мы будем рады новым контактам. Мы будем рады пообщаться просто со смышленными, умными ребятами. Вот они все наши ребята. Кстати, зал тут Джека поменьше, чем у тебя. Но работаем мы тоже продуктивно. Мой любимый по скриптам, вон вы видите, да, что ребята общаются на глухонемом китайском языке. У меня здесь качает музыка, и я никому не мешаю. И в заключение хочется сказать, а точнее задать вопрос, если глухонемые китайцы с образованием 9 классов смогли добиться результатов, А чем ты отличаешься от них с образованием, с высшим, а может быть с двумя или с тремя, с сознанием, возможно, нескольких языков? У тебя нет проблем со здоровьем. Чем ты отличаешься от них? Я знаю, только с содержанием своей головы. Мы такие же простые люди, как и вы, но добиваемся своих целей быстро, результативно и маленько другими способами. Пока! А это будет вторая часть видео, чтобы появилась больше ясность в голове. Значит, в Китае, как бы, менталитет гражданина таков, что если ты покупаешь золото лично сам, то в целом они считают, что страна становится сильнее. В принципе, это очень, очень грамотная политика каждого гражданина, осознанного, кто понимает цены золота и что золото скоро, очень скоро закончится. И начнется реально такая большая война и начнется бешеный скачок в золоте. То есть надо смотреть, если человек бизнеса, надо смотреть не на один год вперед, а как минимум на 10, и план имеет такой же. Поэтому, еще раз, вы знаете языки. Китайский, глухонемой китайский, японский. И вы не знаете, что с ним делать, я могу подсказать. У нас есть отличное предложение по бизнесу, которое вам даст, первое, доход золоти, второе, много свободного времени, третье, много путешествий, потому что мы за этот год сменили Германия, Испания, Россия, Италия. Сейчас у нас, что это, Китай. Уже память Китай, летим в Дубай. После Дубая Чехия, после Чехия Россия, после России Америка. Вот это бизнес без границ. Вот это бизнес, наш бизнес начинается там, где есть интернет. Если вам интересно, если вы хотите реально что-то поменять, золото, свобода, новая жизнь, новый образ жизни, не вопрос. Мы знаем, как это сделать, потому что задача нашего бизнеса, это инфобизнес, который передать, смысл которого, это передать вам знания, как можно изменить, и как свой труд оценивать в золоте, получать доход в золоте. Смотрите, что просто происходит. Сейчас опять в Китае у нас конференция. А вот так сделаем. Полный зал. Это мир глухонемых, понимаете? И мы, обычные два парня с Барнаула, Дмитрий Товстопятый и Евгений Шакиров, смогли найти общий язык с глухонемыми китайцами, хотя мы не знаем языков, знаем английский, я еле-еле пишу. Дмитрий хорошо знает, я кое-как могу разговаривать, но мы нашли с ними общий язык и передали им, как можно изменить свою жизнь, как можно зарабатывать, как можно это все делать просто и легко. Наша структура уже тысяч человек за 7 месяцев. И выиграли круиз. Наши два глухонемых лидера, Хоу, Ксенин и Лоуэй. Блин. Слово паразит, но ничего, вылетело. За 10 дней мы здесь поспали, наверное, максимум часов 30. Темп бешеный, люди хотят работать, люди проявляют отличный интерес, так что не переживаем, меняемся, смотрим, развиваемся. Много слов, но ничего страшного, я уже забыл, как это снимать видео. Главное, чтобы вы поняли, что есть над чем работать и как оценивать себя по-настоящему. Золотом. С вами была команда Голл Шаркс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все как обычно.